Фехтование – вид спорта, объединяющий три дисциплины – рапира, шпага, сабля. Главная цель состязания – нанести укол противнику и, соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определенное количество в соответствии с правилами или нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени. На правах самого спортивного города на базе Центра развития дзюдо открылась секция по фехтованию, куда смогут прийти дети. Как пояснил тренер Амирбек Богатов, данный вид спорта в Хасавюрте был развит с начала 70-х годов и успешно процветал. Но в какой-то период в связи с событиями 90-х годов претерпел застой. Теперь, спустя более 20 лет, находится на этапе возрождения. Здесь проходят тренировки по фехтованию. Мы открыли отделение фехтования буквально два месяца тому назад. И хозяин этого зала, Исмаил Надрбегович, предоставил нам зал для проведения наших тренировок. И с удовольствием на фехтование записываются девочки, мальчики. Вот уже где-то около 30 и более детей. Тренировочный процесс юных спортсменов начинается с разминки под руководством тренера. Фехтовальное оружие состоит из клинка, гарды, прокладки, рукоятки и гайки. На острие клинка крепится специальный защитный наконечник. Оружие бывает тренировочное, неэлектрофицированное и электрическое. Электрическое оружие с помощью специального провода, проходящего под курткой, крепится к прибору, фиксирующий уколы. Чтобы понаблюдать за тренировочным процессом ребят, на занятия прибыл директор школы фехтования и плавания Республики Зайнал Мусаев. Если вы от души ходите на фехтование Тайлах, чтобы вы полюбили этот вид спорта, чтобы вы, самое главное, выросли здоровыми и настоящими людьми. Большим спортсменом могут стать и все, но самое главное, стать воспитанным настоящим человеком никому не мешает. А вид спорта фехтования, она собирает человека, делает благородным. История фехтования уходит в глубь веков. Еще у народов Древней Индии существовала святая книга о принципах упражнения с оружием. В те времена в Японии и Китае было распространено обучение фехтованию на бамбуковых палочках. В Древней Греции и Римской империи фехтование получило широкое распространение, как зрелищное искусство. Греки создавали школы обучения владению холодным оружием. В России интерес к шпажному искусству возник в начале 18 века, когда Петр I сделал фехтование непременным занятием для придворных и ввел в военных и гражданских учебных заведениях обязательным предметом – рапирную науку. По словам тренеров спортивной секции, менее чем за два месяца начала занятий число желающих обучиться спортивному искусству растет. Интерес наблюдается не только у самих детей, но и многих родителей. Ну, вид очень хороший, вид спорта, аристократический. И будем надеяться, что будут какие-то у нас результаты в этом виде. Ну, трудностей, как таковых, нет. Единственная, конечно, для него трудность – это общая физическая подготовка. Дети, которые, как говорится, не получали определенную нагрузку, вдруг получим нагрузку, это немножко им казалось, что это сложно. Но потом со временем, как говорится, путем тренировок, путем дополнительных таких нагрузок, они уже как-то окрепли и намного лучше начали себя чувствовать. Экипировка фехтовальщиков включает в себя защитный костюм белого цвета, состоящий из куртки и брюк по колено на подтяжках. Голову защищает маска с металлической сеткой и воротом. Посещение тренировок у ребят и девушек по три раза – шесть дней неделю. Фехтование – это огромный интересный мир. Его принято считать спортом, искусством, средством воспитания. Как вид спорта он выделяется среди прочих – эстетикой и богатством истории, уходящей в далекие тысячелетия.